Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программа «Актуальное интервью». Меня зовут Ирина Потехина. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях управляющий директор открытого акционерного общества «Северная энергетическая компания» Александр Урюпин. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня наша тема касается неплатежей за коммунальные услуги. Скажите, действительно ли сегодня собираемость падает и кто у нас в должниках? Да, действительно, Ирина, на сегодняшний день ситуация с неплатежами ухудшается. В 2015 году, по прошествии, например, января-февраля, половины марта, мы видим уровень сбора за коммунальные услуги, электроэнергию приблизительно в районе 80%. За аналогичный период прошлого года мы предсмотрели где-то 90-92% был уровень сбора. То есть вот, пожалуйста, в деньгах это тоже достаточно существенные суммы. И мы прикладываем на сегодняшний момент все усилия для того, чтобы данную ситуацию как-то исправить. В деньгах это идет о чем? Это сотни тысяч рублей или это миллионы, или это десятки миллионов рублей? Ну, по году, конечно, это речь идет, если общее начисление по году составляет всех коммунальных услуг в городе Ноябрьске, там, близко к 2 миллиардам рублей, да, то, соответственно, за 2-3 месяца это тоже сумма будет измеряться, конечно, десятками миллионов рублей. Скажите, у нас в должниках кто? Это только люди не платят или это и предприятие, и организации? К сожалению, перечень должников за потребляемые коммунальные услуги, воду, свет, отопление, стоки, он различен. Это и юридические лица крупные, это и индивидуальные предприниматели. Конечно же, все категории жильцов тоже сюда относятся, где-то в большей степени, где-то в меньшей, но мы имеем абсолютно исчерпывающий перечень задолженников на сегодняшний день. То есть все юридические и юридические лица. Александр Сергеевич, скажите, вот немножко, может быть, непонятно зрителям, почему Северная энергетическая компания занимается коммунальными сборами? Потому что компания это гарантирующий поставщик электроэнергии в Ноябрьске. Совершенно верно, Ирина, и позвольте пояснить. Здесь Северная энергетическая компания гарантирующий поставщик в городе Ноябрьске, в границе сети энергогаз Ноябрьска. Что это означает? Это означает, что мы, закупая электрическую энергию на оптовом рынке, у поставщиков, у генераторов, то есть электростанций, производим съем показаний, начисления, выставления счетов по электрической энергии и собираем деньги. Это что касается электрической энергии. Также мы являемся гарантирующим поставщиком. То есть нас государство обязало заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нам лицом. Но в то же самое время, в целях оптимизации затрат, в целях повышения эффективности работы, акционерное общество «Энергогаз Ноябрьск» приняло решение нанять Северную энергетическую компанию в качестве агента по начислению и сбору средств за коммунальные услуги, то есть холодное и горячее водоснабжение, отопление и стоки. Таким образом, мы тоже считаем, что эффективнее работать одному предприятию по целому спектру коммунальных услуг, нежели бы в городе существовало несколько таких предприятий. Например, если бы «Энергогаз Ноябрьск» самостоятельно это делал, мы самостоятельно за свет, они самостоятельно за коммуналку и так далее. Поэтому, объединив усилия и сделав на базе «Северной компании» такой мощный центр по начислению и сбору денег за поставленные коммунальные услуги, мы имеем на сегодняшний момент вот такой обширный вид деятельности. Но я так понимаю, одним агентским договором с «Энергогаз Ноябрьска» действие не завершилось? То есть функции расширены на сегодняшний момент? Совершенно верно, функции расширены. Мы на сегодняшний момент также занимаемся съемом показаний, то есть опломбировкой приборов учета и по электрической энергии, и, естественно, по коммунальным услугам, снабжению, холодному, горячему и так далее. Также занимаемся поверкой приборов учета. Кроме того, заключаем договоры агентские по такой же схеме, как с «Энергогаз Ноябрьска», с управляющими организациями в городе, с пассажирами и управляющими компаниями. В чем цель этих договоров? Конечно, нужно, опять-таки, в целях оптимизации, в целях консолидации, укропнения какого-то нашего опыта, скажем так, применяя наш опыт в данной сфере. Мы предлагаем услуги товариществам собственников жилья, направляющим компаниям по именно работе с приборами учета, понятно, то есть у нас есть персонал технический, который занимается обходами. И главное, вот это самые болезненные проблемы, неплатежные, да? Совершенно верно. Предлагаем свои юридические услуги по работе с неплатежами, с неплательщиками, физическими лицами в первую очередь, которые подразумевают в себя целый ряд мероприятий, которые мы постоянно пытаемся в рамках действующего правового поля расширять, дополнять, работать с различными смежными организациями, как органами власти, так и коммерческими организациями, да? С помощью которых мы можем улучшить показатели собираемости для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование как генераторов электростанции, да, электроэнергии, так и ресурсоснабжающей организации в городе, ноябрьске, непосредственно все, что уже нас и каждого касается. То есть благодаря тому, что своевременно оплачиваем им деньги за поставленные ими ресурсы. Александр Сергеевич, если есть у Вас какие-то интересные цифры, которые можно по неплательщикам привести, ну, чтобы было понятно людям, что неплатежи действительно, они очень большие, и уже вернуться потом к тому, каким образом работаете с неплательщиками? Хорошо. Для того, чтобы понять масштаб данной проблемы, и почему мы, собственно говоря, пытаемся, бьем в набат, да, сегодня пытаемся везде эту данную проблему поднимать, заострять внимание общественности, потому что задолженность растет, растет как в городе, ноябрьске, в округе, так и в целом по Российской Федерации. Вот за прошедший год, 2014, по стране, по России задолженность возросла приблизительно на 100 миллиардов рублей. Это задолженность всех категорий, и граждан, и юридических лиц, приблизительно на 100 миллиардов, составив там уже несколько сотен миллиардов рублей. Это огромные деньги, которые, надо понимать, не дошли до тех организаций, которые данные услуги произвели. То есть они, понеся затраты где-то на газ, где-то на ремонты, на строительство, капитальные затраты различные, недополучили, представляете, по стране такие суммы. Что касается города Ноябрьска, если, скажем так, приземленно уже взять, то на сегодняшний момент задолженность достаточно тоже крупная, вся совокупная задолженность у нас, можно не ошибиться, сказав цифру порядка миллиарда рублей, сюда входят и юридические лица, и физические, и электрические, и коммунальные. Наш миллиард в этой судье. Да, да, совершенно верно. То есть присутствует, но нужно понимать, что он не скопился за один день, там это накапливалось несколько лет. Данная сумма, она достаточно успешно снижается, скажу вам, раньше она была еще больше. Снижается благодаря и содействию администрации, и нашей работе в том числе. Сегодня, могу так сказать, вот цифры сейчас точно посмотрю. За управляющими компаниями общий долг за коммунальные услуги составляет 768 миллионов рублей. В том числе, там есть долги компании, которые обанкротились у нас, крепость, НЖСК, порядка по крепости 30 миллионов, по НЖСК 80. По ТСЖ, по всем ТСЖ в городе, общий долг сегодня составляет порядка 60-65 миллионов рублей. Есть еще многоквартирные дома и население, которые находятся на прямых расчетах у ресурсоснабжающей организации, да, через нас. Это порядка полутора тысяч домов, грубо говоря. Там тоже имеется задолженность, там в районе 150 миллионов рублей. Есть еще задолженность граждан непосредственно перед управляющими организациями, перед ТСЖ. То есть, в совокупности, в совокупности, если все-все подскладывать, да, цифра порядка миллиарда рублей, она имеет место быть. Соответственно, эти деньги не получают поставщики, производители. Они вынуждены кредитоваться, обращаться за помощью в органы власти, в том числе и в коммерческие организации. Это все дорого, особенно коммерческие организации, учитывая недавние события, достаточно под существенный процент предоставляют деньги. Кроме того, далеко не всем, потому что необходимо иметь финансовую устойчивость предприятию. А какая финансовая устойчивость будет у предприятия, если покупатели его услуг с ними не рассчитываются? То есть, у них имеется дебюторская задолженность, которая, естественно, всех финансов, показать, очень сильно портит. Получается, некоторые замкнутые круг. А законодательство в этом не помогает каким-то образом? А законодательство? Или, может быть, готовится помочь? У тебя видят такие цифры и расчеты, в принципе? Совершенно верно. Данная проблема привлекла к себе внимание не только, скажем, заинтересованных лиц, непосредственно производителей данных видов услуг и их агентов, но и, внимание, государство на самом высоком уровне тоже здесь привлечено. В том году повышенный интерес данная тематика вызывала и в министерствах в Москве, и в правительстве, и в том числе и у премьер-министра нашего. Под его руководством собиралось несколько совещаний на федеральном уровне. А это результаты этих совещаний? Были приняты ряд, скажем так, стратегических направлений, по которым сегодня работают министерства уже более узко и конкретно. Все эти мероприятия направлены на ужесточение ответственности неплательщиков, направлены на то, чтобы невыгодно становилось сегодня накапливать задолженность за коммунальные услуги. Например, если из конкретных мероприятий, вот с 1 марта 2015 года вступил в силу поправки в 218-й федеральный закон о кредитных историях. Это очень интересное нововведение, по которым Национальное бюро кредитных историй, у нас есть такая в стране организация, где содержится информация о добросовестности или недобросовестности плательщиков. Раньше туда входили, например, кредиты банковские, то теперь туда также будет включаться информация и именно о неплательщиках за коммунальные услуги. Именно по физическим лицам? По физическим лицам. Или только по физическим? Знаете, по-моему, логично было бы, чтобы были те и другие. Я могу сейчас про физических лиц сказать. Просто интересовался, потому что более такая насущная проблема. Все-таки с населением тяжелее работать, учитывая огромное количество лицевых счетов и непосредственно каждую персональную ситуацию проработать. По каждому человеку очень много времени занимает. Поэтому вот такая стимулирующая мера. Что она означает? Есть определенная база данных. И когда человек будет приходить получать то ли кредит, то ли, не знаю, может быть устраиваться на работу или еще куда-то, уже заинтересованное лицо может посмотреть. А кто у нас такой? Ну, Иванов Иван Иванович. Кто это? Что это за человек? Ага. У него имеется задолженность. Как там, например, по кредитам или по коммунальным услугам. Может по кредитам он все и гасит, но есть задолженность по коммунальным. Это повод будет либо отказать в предоставлении там заемных средств, либо, ну, соответствующие организации, другие организационные решения принять по отношению к данному неплательщику. То есть уже это не будет информация такая инкогнито, да, за которую знает только поставщик ресурсов и непосредственно неплательщик. Вот, это одно направление. Второе направление планируется нести поправки в законодательство, позволяющие применять более жесткие штрафные санкции. То есть пени знаменитые, да, за неоплату коммунальных услуг. То есть размер пени увеличится? Да, почти в два раза хотят поднять, довести их до средних рыночных ставок по кредитам в коммерческих банках. То, чтобы человек понимал, что не платя за свет, там, за воду, за газ, за любую коммунальную услугу, ему за каждый день будут начисляться проценты, то есть пени, штрафные санкции. Как будто бы, если бы он пришел в банк и взял, грубо говоря, там кредит. Да, то есть это, а так как кредит достаточно дорогое удовольствие сегодня, то и для граждан это тоже будет очень существенно для граждан-неплательщиков. Опять-таки, ну и наоборот, заплатив вовремя, человек данной участи может избежать и, как говорится, спокойно пользоваться услугами, оценивать их качество, жаловаться там или радоваться. Все зависит уже от поставщика. Следующее направление, по которому тоже идет сегодня отработка, ну они уже, это вот институциональный характер носят, то есть работают с службой судебных приставов, очень интенсивно дают им полномочия по запрету, по ограничению права граждан на выезд за границу Российской Федерации, по распространению требований кредиторов, да, требований по оплате коммунальных услуг на транспорт личный граждан. То есть, например, в Приморье я смотрел информацию и такой интересный случай приметил. Совместно со службой судебных приставов делаются рейды по дорогам Приморья, где с помощью специального аппарата, специальной программы, в потоке машин вылавливаются номера этих автомобилей, тут же сверяются с базой данных. И если данный владелец совершенно верный должник, то уже с привлечением некоторых силовых мероприятий машина останавливается и арестовывается до момента погашения задолженности. Как правило, да, должник, естественно, ему проще погасить сумму в тысячи рублей или десятки тысяч, нежели лишить своего верного коня, скажем так, автотранспортного средства. При этом с этими же приборами они уходят по дворам, то есть, пожалуйста, можно достаточно спокойно выявлять имущество данных неплательщиков. Потому что все-таки имеется некоторая сложность с работой по бумагам, скажем так, временные задержки, прежде всего, да, в связи с перегруженностью службы судебных приставов, регистрационных служб. Поэтому коммунальщики взяли часть этих функций на себя, в отличие от того, чтобы облегчить и сократить сроки взимания задолженности. То есть, шаги и властью, и непосредственно кредиторами предпринимаются приблизительно в таких направлениях. Я бы хотела согласиться, что в этих мерах хотелось бы, конечно, в списке увидеть не только физические лица, но и управляющие компании, и ТСЖ. Потому что даже если вот то, что вы озвучили цифры, у нас за обанкротившимися компаниями, я так понимаю, деньги это уже невозвратные. 80 миллионов за НЖСК, да, я так понимаю, крепости это 30 миллионов, деньги тоже немалые. И я так понимаю, что они уже... Вот здесь тоже важный нюанс. Или есть возможность. Совершенно верно. То есть, когда есть возможность, когда банкротится управляющая компания, важно, чтобы мы все понимали, что эти долги не исчезают. Долги граждан перед этими компаниями, они не исчезают в никуда. Да, ведь все равно услуга потреблена, долг имеется. Если компания не может платить свою задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, это не значит, что население не может это сделать, грубо говоря. Которое должно в первую очередь управляющей компанией. Почему управляющая компания банкротится? Зачастую. То есть, между юридическими лицами достаточно более жесткие условия на сегодняшний момент прописаны в законодательстве по срокам оплаты за поставленные услуги. То есть, поставили услуги через месяц, до 10-го числа, грубо говоря, должны оплатить ТСЖ управляющие компании. Граждане же в одностороннем порядке могут себе позволить эти сроки увеличивать. И месяц, и два, и три не платить. Управляющая компания вынуждена ходить по ним. То есть, здесь появляется еще временной такой лаг, шаг, период, который длиннейший по сравнению с тем периодом, который готовы терпеть ресурсоснабжающей организации в отношении юридических лиц. И, соответственно, когда вот такой снежный ком, если управляющая компания или ТСЖ недостаточно активно борется с задолженностями и неплатежами, то рано или поздно ее долги перед ресурсоснабжающей организацией становятся уже критичными и уже не позволяют нормально данной организации осуществлять свою деятельность. Тогда уже для того, чтобы этот Гордиев узел разрубить, самая кардинальная мера принимается, это подается заявление на банкротство управляющих организаций. И там назначается конкурсное производство, конкурсные управляющие, у него там активы, пассивы, да, реализуются имущества, и активы, и пассивы, в том числе и достаточно важная такая составляющая финансовая при банкротстве, естественно, дебюторская задолженность, да, задолженность перед данным предприятием, перед управляющей компанией, именно граждан, она, как правило, выставляется на торги, там происходит аукцион, какая-то компания. И кто-то выкупает эти долги, и то есть человеку, который думает, что его компания обанкротилась, и он попрощался с домом, рано или поздно, как правило, сейчас стройки сокращаются, да, рано достаточно, к нему уже придет другая организация, которая... И попросит долги за прежние. Погасить задолженность, совершенно верно, что услуга была потреблена, была, то есть, как говорится, как в магазин мы приходим, колбасу покупаем, мы там сначала деньги отдаем, потом покупаем свой товар, колбасу, хлеб, что угодно. Мы же не можем прийти к продавцу и сказать, давайте вот мы, дайте-ка мне там продуктов целую, авоську, а я приду к вам через три месяца заплачу, нам же никто не даст. Утром в стуль, а вечером... Здесь вот, к сожалению, да, с коммунальным услугами все наоборот, позволяется потребителям оплачивать позже, то есть сначала они получают товар, и через какое-то время они должны за него заплатить. Спасибо, Александр Сергеевич, за интересную беседу, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был управляющий директор Северной энергетической компании Александр Урюпин. Всего хорошего и до свидания. До свидания.